Индира Экадаши Махарадж Юдхиштхира обратился к Шри Кришне. О Матхусудана, о победитель демона Матху, «Расскажи, пожалуйста, об Экадаши, убывающем в месяц Ашвина, сентябрь-октябрь, на убывающую луну. Как называется этот Экадаши и как ему следовать?» Господь Шри Кришна ответил, «О царь, этот Экадаши называется Индира, что переводится как «сияющий» или «великолепный». Если человек постится в этот день, все его грехи уничтожаются, а его предки, если они попали в ад, получают освобождение от ада. О лучший из царей, послушай же историю, связанную с этим благоприятным Экадаши. Даже тот, кто просто слушает об этом Экадаши, получает великое благо, равное благу от труднодостижимой великой Ашвамедха Ягии. Во времена, когда жили на земле одни только праведники, в Сатья-Югу жил на свете могучий царь Индрасена, искусный в победе над врагами. Он правил процветающим царством Махишмати Пури. Знаменитый и очень религиозный царь Индрасена надлежащим образом заботился о своих подданных. Был он очень богат и окружен добрыми сыновьями и внуками. Все в его царстве жили счастливо, благодаря праведности этого великого царя. Царь Индрасена был привязан к преданному служению Господу Вишну. Особенное удовольствие он получал, воспевая святые имена Господа, восклицая «Говинда! Говинда!». Царь постоянно посвящал себя чистой духовной жизни и много времени проводил в медитации на Верховного Господа. Однажды, когда царь проводил обычное собрание о текущих делах в своем дворце, неожиданно перед ним предстал Нарадамуни, спустившийся с небес. Небесный мудрец излучал сияние и благодать и мягко улыбался царю и всем присутствующим. Царь немедленно поднялся со своего трона, приветствовал мудреца поклоном и усадил на лучшее место. Царь омыл мудрецу стопы, а после предложил Арати из 16 благоприятных предметов, таких как цветок, благовоние, горящая лампада и другие. Так в ведические времена приветствовали великую личность. Нарадамуни был удовлетворен служением Индрасены и сказал «О, великий царь, процветают ли твои подданные и ты сам? Размышляет ли твой ум над тем, как улучшить свое служение царя и наилучшим образом исполнять свою дхарму? Становишься ли ты все больше и больше предан Господу Вишну?» Царь ответил «Твоей милостью, о величайший из мудрецов, в моем царстве все хорошо и благоприятно. Сегодня как раз к твоему приходу удачно совершены все жертвоприношения в моем царстве. И сегодня моя жизнь увенчалась успехом, ведь я получил Даршину с тобой, увидел тебя. Пожалуйста, сделай милость, открой причину твоего прихода сюда». Тогда Шринарода, мудрец среди полубогов, сказал «О, знаменитый среди царей, услышь о чудесном происшествии, которое случилось со мной. Как ты знаешь, я путешествую по всей вселенной с целью проповеди и служения моему Господу». Однажды из обители Господа Брахмы я отправился вниз, в обитель Ямараджа. Ямарадж живет там, где расположен ад. Но та часть планеты, где живет он и праведные предки, подобна цветущему райскому саду. Там нет никаких страданий. Я пришел во дворец Ямараджа, владыки справедливости и смерти, наказующего грешников. Ямарадж сердечно меня приветствовал и предложил великолепное сидение. Я прославил великого Ямараджа, который несет столь сложный пост во вселенной, определяет меру наказания и поощрения каждой душе, прожившей жизнь. И вот, по милости Господа, я заметил в собрании Ямараджа твоего отца. В том собрании находились только праведные души предков, и твой отец был очень благочестив и религиозен. Но однажды, совершая пост на Ямараджа, он случайно прервал пост раньше положенного времени и за это попал на Ямалоку. «О, царь, твой отец передал послание для тебя». Он сказал, «В Махишмате Пури живет царь по имени Индрасена, он мой сын. Пожалуйста, расскажи ему, что я нахожусь здесь, на планете предков Ямалоки. Из-за каких-то своих прошлых греховных поступков я теперь вынужден жить в царстве Ямараджи. Скажи моему сыну от меня так. О, сын, соблюдай Индиры и Кадыши и раздавай много милостыни. Так ты сможешь освободить меня от греха, и я смогу подняться на небо». Нарадамуни продолжал, «О, царь, выслушав эти слова твоего отца, я тут же отправился к тебе. Тебе следует помочь отцу соблюдением поста в Индиры и Кадыши, ибо живущие в аду и на планете предков не имеют возможности помочь себе сами. Это твой долг, как сына». Царь Индрасена спросил, «О, великий Нарададжи, пожалуйста, будь милостив и расскажи мне, как соблюдать пост в Индира и Кадыши». Нарадамуни ответил, «О, царь, послушай меня внимательно. В Дашами, в день перед и Кадыши, встань рано утром, прими омовение, а затем сделай для Бога что-нибудь с полной верой. Например, пропой экстатичный киртан и предложи цветы божеству. В полдень снова омойся в проточной воде и предложи подношение своим предкам. Не надо есть больше одного раза в день, а ночью спи на полу. Когда ты проснешься рано утром в Икадыши, тщательно вычисти рот и зубы, прими омовение и одень чистую одежду. Подойди к алтарю и с глубокой преданностью дай Господу следующий святой обед». «Сегодня я буду полностью поститься и откажусь от всех видов воздаяния за это. О, лотосаоки, Всевышний Господь! О, непогрешимый! Пожалуйста, позволь мне укрыться у твоих лотосных стоп. В полдень встань перед божеством Шри Шалаграммой Шилы и поклоняйся ему искренне, следуя всем правилам и предписаниям. Затем предложи подношение своим предкам. Потом накорми достойных брахманов и предложи им какое-то пожертвование согласно своим возможностям. После этого возьми пищу, поднесенную предкам, понюхай ее и предложи корове. Далее поклоняйся Господу Хри Шикеши с благовониями и цветами и в завершение бодрствуй всю ночь Экадаши возле божества Шрикешевы, Вишну. Рано утром на следующий день в Двадаши поклоняйся Господу Шрихари, Вишну, с великой преданностью и пригласи брахманов на роскошный пир. Затем накорми своих близких и сам прими пищу в молчании. О царь, если ты строго будешь соблюдать описанный пост в Эндире и Кадаши, контролируя свои чувства, твой отец, несомненно, поднимется в обитель Господа Вишну. Сказав это, дева Риши Нарада мгновенно исчез. Царь Индрасена в совершенстве выполнил наставление великого святого и постился вместе со своими близкими и слугами. Когда в Двадаши он прервал пост, с неба посыпались цветы. Благо обретенной Индрасеной, благодаря соблюдению Икадаши, получил его отец, находящийся в царстве Ямараджи, который таким образом обрел полностью духовное тело. Индрасена увидел его поднимающимся на спине Гаруды в обитель Господа Хари. Сам Индрасена без помех правил своим царством, а когда пришло время, передал царство сыну и тоже отправился на Вайкунтху. «О, Юдхиштхира!» – сказал Кришна. «Такова слава Индиры и Кадаши, темной половины месяца Ашвина». Каждый слушающий или читающий это повествование без сомнения насладится жизнью в этом мире, освободится от всех прошлых грехов, а после смерти вернется домой, обратно к Богу, где будет жить вечно. Об Индире и Кадаши рассказано в Брахма Вайварда Пуране. Дорогие друзья, кратко расскажу о правилах соблюдения Икадаши. Собрав все вопросы в комментариях к видео и к статьям об Икадаши, попытаюсь на них ответить с помощью текстов Пуран. Пуран – это ведические священные тексты, в которых описаны все Икадаши. Икадаши переводится как «11». Это ведический пост на 11-й день растущей и на 11-й день убывающей Луны. Соблюдается по лунному календарю два раза в месяц. Этот день благоприятен для поста, приносит очищение кармы, убирает болезни, дает исполнение желаний и милость Бога. В Икадаши не едят зернобобовые и невегетарианские продукты. Пост происходит от восхода Солнца на 11-й лунный день до восхода Солнца в 12-й лунный день. Иногда пост на Икадаши переносится на 12-й лунный день на 2-й. Из-за определенных правил расчета поста на Икадаши. Точный день поста для своего города можно посмотреть в лунном ведическом или в айшнавском календаре на сайте или в приложении. Главное правило в Икадаши не есть зернобобовые продукты и невегетарианские продукты. Это минимальный уровень поста в Икадаши. Второй уровень поста – это пост, описанный в Махабхарате. Вода, фрукт, корень, молоко, масло ги, совет брахмана, слова духовного учителя и лекарства – эти восемь вещей не прерывают поста, обета. Именно так постился Шрила Прабхупада и учил этому своих учеников. В Дании Икадаши мы отказываемся от пищи, даже не пьем воду. Однако в нашем обществе мы не соблюдаем настолько строгие правила. Мы говорим, в Икадаши не следует употреблять в пищу зерновые. Можно съесть немного фруктов, выпить молока. Полный Икадаши – это сухой пост и ночное обдение, в ночь с Икадаши на два дыши. Соблюдение такого поста приносит полный плод Икадаши. Соблюсти его довольно сложно, так как дневной сон в Икадаши и два дыши тоже запрещен. Но даже частично соблюденные Икадаши приносят большие плоды, особенно если соблюдать его регулярно по силам. Каждый Икадаши приносит очищение кармы, грехов, болезней. Поэтому не обязательно направлять энергию Аскезы на здоровье. Это произойдет само. Лучшим мотивом в соблюдении Икадаши будет порадовать Бога или Духовного Учителя с соблюдением Икадаши. Результат такого поста – милость Господа. Подготовка к посту. Накануне Икадаши вечером не едят зернобобовые и невегетарианскую пищу. Желудок должен быть чист от зерновых в Икадаши. Если у кого-то пища переваривается медленно, то день перед Икадаши можно уже провести без зернобобовых. Если собираетесь поститься на сухую, то можно попить не только вечером, но и утром до восхода солнца, так как пост начинается с восходом. До восхода в день Икадаши можно поесть фрукты или молочные продукты. День поста. Утром в Икадаши просыпаются до восхода солнца, чтобы как зайдет солнце, вступить в пост и дать обед. Обед также можно дать заранее вечером. Обед дается перед домашним алтарем, или священной книгой, или с памятованием о Господе в сердце, своими словами, а также можно зачитать обед из Пурана. В Харе Бхакти-Виласе приводится мантра, которую произносят утром, чтобы начать Икадаши в рату. О непогрешимый Лотосаоки Господь! Я проведу Икадаши без пищи, а на следующий день прерву пост. Будь же мне прибежищем, о Ачюта! И не дай моему обету пройти впустую. Если вы будете что-то вкушать в Икадаши, то можно сказать, буду поститься без зернобобовых. Икадаши – это не только пищевой пост. Есть определенные ограничения на обычную деятельность в этот день. А есть деятельность, приносящая особые заслуги и блага. В Икадаши избегают спорта, массажа, дневного и ночного сна, интимной близости, тяжелой работы, украшения тела и изысканных нарядов, изысканных блюд, посещения общественных мест, праздных разговоров, мирских фильмов и передач. В Икадаши благоприятно. Чтение духовных книг, воспевание мантр, медитация, киртан, служение Богу, очень простая еда при необходимости, прогулки на природе, посещение храма, духовные лекции, духовные фильмы. Вот в этом тексте передается настроение, с каким соблюдается Икадаши. В Икадаши, воздерживаясь от дневного сна, не принимая ни воды, ни пищи, надлежит всю ночь радостно воспевать славу Господу и играть на музыкальных инструментах, чтобы доставить Ему удовольствие. Пхавиши Уттарапурана Преданные Кришны в дни Икадаши стараются больше повторять кругов Махамандры Харе Кришна для удовольствия Господа и духовного продвижения. В священных писаниях Икадаши называют древом, исполняющим желания. С помощью поста в Икадаши можно исполнить свои желания, можно энергию аскезы направить на какой-то проект, на излечение от болезни, на помощь другому человеку. Тот, кто соблюдает пост ради блага кого-то, автоматически получает благо и себе, поэтому поститься за кого-то лучше. В Харе Бхакти Виласе написано, тот, ради кого постятся, обретает полное благо. Постясь на благо своего мужа, жена получает в сто раз большее благо, чем постясь ради себя. Ее муж также получит благо от следования посту. Ночь в Икадаши Полный Икадаши – это не только сухой пост, но и отсутствие сна днем в Икадаши, и ночью с Икадаши на два дыши, то есть в ночь на 12-й лунный день. В Индии в храмах люди собираются на ночное воспевание святых имен Бога и поют так вместе до утра, помогая друг другу выдержать эту сложную аскезу. Услышав сладкие песни преданного в ночи Икадаши, Господь Нарайна, супруг Лакшми, становится так доволен, что дарит ему больше богатств, чем владеет Индра, царь Рая, в течение ста правлений Ману. Но если сложно бодрствовать всю ночь, можно провести в бдении часть ночи. Ночь – это время от захода солнца до восхода. Это время нужно разделить на три части и бодрствовать хотя бы одну треть ночи. Например, зимой в России это нетрудно, так как солнце садится рано. Но если ночь в Икадаши – это слишком сложно, то можно просто мысленно прославить эту святую ночь. Выход из Икадаши Утром после восхода солнца, на следующий день после Икадаши, нужно завершить пост. В Пуранах описывается, что для завершения поста в благоприятное время Икадаши Парану, которая обычно длится 2-2,5 часа после восхода солнца, но бывает по-другому, это время всегда указывается в календарях Икадаши. В это время нужно сделать пожертвование, накормить свою семью и поесть самому. Заранее нужно подготовить освещенную воду и кусочек освещенной зерновой пищи, чтобы выйти из поста и дать эту пищу близким. Если нет освещенной пищи, то можно ее сделать, попрося своими словами Господа принять воду и пищу. Так она станет освещенной. Для выхода из Икадаши можно использовать крошку печенья или приготовленное зернышко риса, пшеницы, ячменя. Например, можно использовать сладкий вздутый рис. Перед тем, как съесть зерновое, нужно сказать слова, завершающие обед Икадаши. Можно своими словами поблагодарить Господа за возможность соблюдать пост. Если соблюдали обед за кого-то, то передать плоды аскезы ему. То есть сказать, этот Икадаши был соблюден для блага такого-то человека. В Харе Бхакти Виласи дается мантра для завершения обеда Икадаши. О Кешева, о мой Господь! Я ослеплен тьмой невежества! Милостливо будь доволен моим обетом и милостливо взгляни на меня! Пожертвования Все аскезы завершаются пожертвованием, чтобы получить благие результаты. А Икадаши Парана – особенно благоприятное время, когда можно сделать пожертвования. Но можно сделать пожертвования и в другое время. Лучшее пожертвование – духовному учителю, святым людям, брахманам, людям, распространяющим духовное знание. А также сильно нуждающимся людям. Им можно пожертвовать пищу, одежду. Цитата из Харе Бхакти Виласи. Поствы Кадаши совершенен, если пожертвовать достойному брахману золотой или медный горшок, наполненный ги или фитилями с ги наряду с восьмью горшками, наполненными золотом и покрытыми тканями. Тот, кто не в состоянии сделать такие подарки, должен хотя бы сказать брахману несколько добрых слов. Сделавший так, несомненно, получит полное благословение поставы Кадаши. Если у нас нет возможности сделать пожертвование золотом, маслом ги и фитилями, то можно заменить его на деньги. При невозможности перевести деньги можно сказать доброе пожелание брахманам или проповедникам духовного знания или людям, занимающимся благими проектами. Слава Абета Икадаши, цитаты из Вет. Ямарадж, бог смерти, сказал, «Я не могу наказывать тех, чей сын или внук совершает пост на Икадаши. В действительности я боюсь такого человека, поскольку такие великие души освобождают сто поколений своей семьи». Падма, Пурана. Те, кто соблюдает Абет Икадаши, прославлены повсюду. Они не боятся никакой болезни или беспокойств, связанных с разбойниками. Амрита Сарадхара. Икадаши очень дорог к Верховному Господу и даруют высшее благочестие. Тот, кто постится на Икадаши и затем с верой поклоняется Господу Кришне в два дыши и достигнет чистого преданного служения Богу – Вайшнава Тантра. Дорогие друзья, сердечно благодарю вас, что смотрите видео об Икадаши и ведические истории. Мне очень нравится рисовать и рассказывать для вас об Икадаши и надеюсь приносить этим небольшую пользу. Желаю вам прекрасного Икадаши, благодарю вас за комментарии и вопросы в комментариях, так я понимаю, что еще можно улучшить в своем служении. Благодарю вас за божествование и за подписку на канал, это очень вдохновляет. Всех вам благ и благословений Господа и лучших реализаций от следований Икадаши. До новых встреч, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова